Здравствуйте! Меня зовут Инна. Это канал SpeakEasy. На этом канале собраны видео, которые помогают изучать английский язык. Мы продолжаем читать детектив «Любовь или деньги». Его написала Руина Акиньеми, и сегодня мы поработаем над пятнадцатой частью. Лава Мами by Руина Акиньеми, part 15. Как всегда, в первой половине видео мы будем разбираться с переводом, а затем, во второй половине видео, мы послушаем этот отрывок из аудиокниги. Читать и переводить будем по предложениям. Как только видите на экране знак 100, останавливайте видео. Читайте выделенное предложение и старайтесь понять его содержание. Затем включайте видео, и будем читать и переводить вместе. Начинаем! Она обычно выпивала чашку горячего молока перед сном. Инспектор Волш положил руки за голову. Джеки была очень спокойной. What did your mother say? И что сказала ваша мама? Джеки открыла свою сумочку и поискала сигарету. Can I smoke? Я могу здесь курить? Of course. Ну, конечно же. This is your house, инспектор Волш said. Это же ваш дом, сказал инспектор Волш. He watched Jackie. Он наблюдал за Джеки. What did your mother say? He asked again. И что же сказала ваша мама? Опять спросил он. She wanted to go downstairs again. Она опять хотела спуститься вниз. Она вспомнила о собаках. Она хотела их покормить. Если переведем дословно вторую половину предложения, скажем так. Она хотела дать ужин им. Я пошла к себе в комнату, а она спустилась вниз. What time was this? И во сколько это было? I don't remember. Я не помню. About midnight, I think. Полагаю, около полуночи. And the cup of hot milk. А чашка с горячим молоком. It was on the table by her bed. Она была на столике рядом с ее кроватью. Did you need your mother's money? А вам нужны были деньги вашей матери? No inspector. Нет, инспектор. Money is not important to me. Деньги не важны для меня. There are more important things. Джеки said quietly. Есть более важные вещи. Тихо сказала Джеки. Well, your uncle Albert wanted money. Ну что ж, а вашему дядю Альберту нужны были деньги. Тому Бриксу нужен был сад. You wanted nothing. А вы ничего не хотели. Джеки докурила свою сигарету и подняла взгляд на инспектора. Her eyes were suddenly angry. В ее глазах вдруг появилась злость. Don't forget Peter Hobbes. И не забывайте про Питера Хоббса. He lost his job because of my mother. Он лишился своей работы из-за моей матери. He wanted to kill her, you know. Он хотел убить ее, чтобы вы знали. And what about Diane? А как же Дайен? You found the empty bottle in her bag. Вы нашли пустую бутылочку в ее сумке. Инспектор Волш слушал очень внимательно. Мы собираемся всех опрашивать, мисс Кларксон. Джеки said nothing for a minute. Минуту Джеки ничего не говорила. А теперь давайте послушаем этот отрывок из аудиокниги. She usually drank a cup of hot milk before she slept. Inspector Волш put his hands behind his head. Джеки was very quiet. What did your mother say? Джеки opened her bag and looked for a cigarette. Can I smoke? Of course, this is your house, Inspector Волш said. He watched, Джеки. What did your mother say? He asked again. She wanted to go downstairs again. She remembered the dogs. She wanted to get some dinner for them. I went to my room. And she went downstairs. What time was this? I don't remember. About midnight, I think. And the cup of hot milk? It was on the table by her bed. Did you need your mother's money? No, Inspector. Money is not important to me. There are more important things. Jackie said quietly. Well, your Uncle Albert wanted money. Tom Briggs wanted the garden. You wanted nothing? Jackie finished her cigarette and looked up at the inspector. Her eyes were suddenly angry. Don't forget Peter Hobbs. He lost his job because of my mother. He wanted to kill her, you know. And what about Diane? You found the empty bottle in her bag. Inspector Walsh listened carefully. We are going to question everyone, Miss Clarkson. Jackie said nothing for a minute. На этом видео подошло к концу. Мы закончили с вами читать 15-ю часть детектива «Любовь или деньги». Я прощаюсь с вами до следующего видео и желаю вам больших успехов в изучении английского языка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!